Акции Магнита. Пора покупать после сильного падения. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Акции Магнита мы с вами сегодня обсудим. Обсудим вновь как ответ на ваши пожелания из комментариев. В комментах к предыдущему видео на канале запросов с большим количеством лайков не было. Тем не менее, был запрос на разбор акций Магнита. И посмотрев комменты к другим видео, к предыдущим видео на канале, я обнаружил, что под одним из них еще две недели назад был запрос на разбор акций Магнита, который собрал 36 лайков, был самым популярным комментарием под видео. И, конечно, такой запрос трудно игнорировать, поэтому акции Магнита мы с вами сегодня обсудим. При этом в заголовок видео я поставил слова, пора ли покупать после сильного падения. Поставил, потому что в запросе были такие слова. Интересно ваше мнение об акции Магнита. Они в последнее время сильно падали и выглядели хуже индекса. Здесь требуется комментарий. Если вы просто посмотрите на акции Магнита, то как будто, ну прям сильного падения не было. Да, с конца октября они упали процентов на 20, стоили там 5400, сейчас стоят 4300. Но по меркам этого года 20% падение, ну и возврат назначения, например, лета, летних котировок, это заметное падение, но не прям какое-то серьезное или сильное. Тем не менее, важно вспомнить, что происходило осенью. Сначала у российского рынка акций был локальный пик в середине сентября. Затем 20 сентября на референдумах, на объявлении референдумов, российские акции стали падать. Усилили падение 21 сентября на объявлении частичной мобилизации. Затем многие российские акции после этого падения стали постепенно восстанавливаться. В течение как раз октября-ноября и ряд российских акций, например, сейчас торгуются дороже, чем торговался в сентябре или в октябре. Но акции Магнита сначала восстанавливались тоже, вот на 5300 они вернулись. Но именно с конца октября, уже в течение двух месяцев, они продемонстрировали заметное падение. Текущая цена акций 4 280 рублей. И сейчас они торгуются ниже минимумов конца сентября. То есть вот на росте рынка, на вот том, что российские акции восстанавливались постепенно, в среднем, упасть на 20% против роста рынка, да, это серьезное, заметное падение. И поэтому понятно, почему такой запрос возник. Вот, также вот это объясняет, почему у нас вот еще 3 месяца назад было видео по акциям Магнита. И здесь, видите, снова популярный запрос прилетел. Именно, наверное, по той причине, что Магнит как раз с того момента довольно сильно упал. Итак, ну вот я уже начал про это говорить. Мы с вами про акции Магнита на канале уже говорили. Было это 3 с половиной месяца назад, вот видео от 3 сентября. Было оно на 15 минут, довольно подробно мы там по финансовым показателям прошлись. Поэтому сейчас давайте вот не прям сильно углубляться, а вспомним основные выводы, которые были с того видео. Почему? Потому что каких-то новых, существенно новых финпоказателей с тех пор не было. Магнит как публиковал последнюю отчетность на данный момент за первое полугодие 22 года, которая тогда в сентябре уже была, так, собственно, новых с тех пор не было. Поэтому те выводы можно взять и просто посмотреть, что изменилось. Итак, вот тогда, значит, в начале сентября мы с вами, когда акции Магнита стоили еще 5500, давайте поставим эту точку на график. Значит, секундочку, вот здесь вот так вот поставим. Значит, тогда мы говорили следующие слова. Значит, что акции Магнита по итогам рассмотрения финансовых показателей могут быть интересными для покупки, но в случае, если будут анонсированы дивиденды. Ну, я тогда сказал, что акции Магнита незадолго до видео как раз наоборот продал и буду покупать только если будут дивиденды. Что произошло за то время? И это как раз объясняет, почему по акции Магнита сначала было вот здесь восстановление, а после этого мы перешли с конца октября к снижению. Это объясняет такой силуэт график. Дело в том, что по Магниту стандартными выплатами дивидендов были две выплаты в год. Уже много лет Магнит платит дивиденды два раза, точнее платил. Платил за 9 месяцев и за остаток года. И вот за 9 месяцев стандартная выплата дивидендов Магнита была либо в середине-конце декабря, либо в начале января. Ну, вот, например, отсечка 28 декабря, 5 января, 8 января, 19 декабря. То есть вот примерно в такие числа. И вот сейчас народ, видимо, ждал дивидендов Магнита. Ждал как раз в сентябре, в октябре. В октябре, наверное, пришелся пик ожиданий, потому что в прошлые годы именно в это время обычно и был анонс. Затем, когда в ноябре никаких анонсов декабрьских дивидендов не было, или январских, народ стал постепенно разочаровываться и думать, что дивидендов не будет. Ну, собственно, вот сегодня 21 декабря уже, да, и понятно, что надеяться на зимние дивиденды нет смысла, потому что в прошлые годы к этому времени уже отсечки дивидендные прошли. Не говоря уже о том, что, там, да, сначала дивиденды рекомендуются от директоров, собрание акционеров принимает, назначает дату дивидендной отсечки, там, ну, совет директоров рекомендует дату, да, и этот процесс, там, ну, занимает обычно, там, около месяца, плюс-минус, да. Здесь уже поздно какие-то дивиденды рекомендовать, то есть, скорее всего, если прям какого-то чуда не случится, видимо, вот этих дивидендов по Магниту не будет. И, наверное, разочаровавшись, народ акций Магнита вот здесь и продавал. Значит, теперь давайте обсудим, а стоит ли акции Магнита брать сейчас, после такого падения, вот, ну, такие моменты, чем интересно. Мы же с вами сказали, что бизнес Магнит не особо пострадал, прибыль у них даже наоборот, если посмотреть, да, получается, за второй квартал рекордный, была, там, 21 миллиард рублей за квартал. Не пора ли покупать акции Магнита из рук тех, кто разочаровался? Это часто одни из самых выгодных покупок, когда, да, вы покупаете не на эйфории, когда все довольны, да, и акции растут-растут, когда вы покупаете у разочаровавшихся, они вам продают акции очень дешево, вы покупаете дешево, но потом дорого продаете, именно так надо, так строится заработок на фондовом рынке. Вот, значит, здесь несколько аспектов давайте обсудим. Первое, давайте кратко вспомним, кто имеет большую долю в Магните. Какого-то контрольного пакета акций ни у кого нет, но есть почти 30% у Marathon Group. Мы с вами еще в прошлом видео это обсуждали, и тут важно вспомнить, что владелец Marathon Group основной, это, так сказать, человек талантливый, и вот можно посмотреть, что по данным ведомостей, талантливый бизнесмен, зять, кого нужно, партнер, в общем, тоже, кого нужно. То есть можно сказать, что магнит, ну вот, большая доля в Магните принадлежит не какому-нибудь бунтарю, типа Олега Тинькова, который, так сказать, да, там что-нибудь напишет в соцсетях, и российские чиновники будут этим очень недовольны. Нет, здесь вроде бы, так сказать, владеет пакетом акций, кто нужно, так сказать, закупившись этим пакетом, ну вот за последние 3-4 года, там, в 2018 сначала взяли, потом в прошлом году еще увеличили, ну и вот получились вот эти 29 с лишним процентов в Магните. При этом, так сказать, вот этой долей владеет настолько, так сказать, кто нужно, что этот кто нужно уже и под санкции успел попасть. Вот это важный момент, который нужно обсудить, я сейчас поясню. Значит, при этом обратите внимание, что под санкции основной владелец Магнита попал одним из первых. Вот это почему интересный момент? Потому что сейчас мы с вами видели и летом, и осенью, и в том числе зимой, вот буквально на днях, какие-то новые санкции, под которые попали, ну вот, например, губернаторы, попал вице-премьер. Обратите внимание, да, губернаторы, вице-премьер попали под санкции летом, осенью, зимой. А в самом начале попадали, видимо, по мнению западных стран, самые заметные или самые важные фигуры. И в том числе это вот крупнейший акционер Магнита, который попал под санкции. Как следствие, возможная причина, почему Магнит не платил дивиденды, а Магнит же не только вот сейчас, да, не заплатил дивиденды за 9 месяцев, они не заплатили еще и этим летом дивиденды. То есть у них дивиденды выплаты оборвались год назад. Видите, вот стандартной летней не было, сейчас стандартной зимней выплаты тоже вроде бы нет. Вполне может быть, что причина именно в санкциях. Дело в том, что если кто-то имеет большой пакет акций в компании и, так сказать, думает платить дивиденды или нет, в первую очередь человек задается вопросом, а сможет ли он эти дивиденды получить. И не исключено, что какая-то, ну скажем, вот эта структура владения, да, со стороны Marathon Group, а Marathon Group был зарегистрирован на Кипре. Мы не знаем сейчас, не было ли там каких-то, так сказать, перестановок. Вполне вероятно, что были. Но раньше они были зарегистрированы на Кипре, и здесь целый пакет сложностей возникает. Ну, во-первых, санкционные истории, да. Во-вторых, истории про то, что платить дивиденды, выводить капитал в зарубежной компании стало намного сложнее. Это уже российские ограничения в силу вступили. И, вероятно, по совокупности получилось так, что возможности платить дивиденды пока что нет. Не исключаю, что перерегистрировав права собственности уже в российскую юрисдикцию на пакет акций Магнита, то есть Магнит Российская компания, осталось только владеть этими акциями через российскую, а не кипрскую компанию. Вот после этого вполне вероятно возобновление дивидендов по Магниту состоится. Тем не менее, есть несколько рисков. Первый риск в том, что мы с вами думаем, что приостановка дивидендов была из-за санкций вот этих всех ограничений и историй. Может быть, так сказать, приостановили дивиденды для того, чтобы запускать новые направления бизнеса. Еще когда вот Marathon Group стал аккумулировать долю в Магните, да, еще тогда говорилось, то есть представители как раз Marathon Group говорили, что хотят развить бизнес Магнита, расширить его. То есть брали они бизнес явно не просто там дивиденды как-то получать, брали они явно его на развитие, чтобы, так сказать, кратно вырасти, ну и потом уже платить кратно большие дивиденды. Вот, ну и видно, например, то, что Магнит сейчас очень плотно стал заниматься дискаунтерами. Ну вы сами понимаете, что в условиях, если падает ВВП страны, опять же по официальным данным, если мы предполагаем, что падают реальные доходы населения из-за инфляции, то в этом случае, конечно, именно дискаунтеры довольно часто оказываются интересным направлением бизнеса. Ну и, собственно, у Магнита видно, что средний чек вырос на 20%, рост продаж вообще на 50% за год вырос. Это именно по сети дискаунтеров. Соответственно, риск в том, что если они хотят приостановить дивиденды, чтобы на максималках вложиться там в сети дискаунтеров, что-то еще, у них там есть Магнит Косметика, другие направления бизнеса, то тогда, может быть, мы дивидендов и в следующем году не увидим. Еще один риск в том, что в России инфляция, которая сначала взлетела весной, стала постепенно снижаться летом, осенью, сейчас, может быть, снова перейдет к росту. В частности, ЦБ в своем пресс-релизе недельной давности говорил, что в России развернулась наверх инфляция. Сначала она там с 18-ю пал до 12-ти, сейчас она до 12,7-и подскочила. И ЦБ, ну, собственно, весь вот этот пресс-релиз говорил про проинфляционные риски, говоря простым языком, ЦБ опасается возможного нового всплеска инфляции. И учитывая, что мы с вами за неделю увидели рост доллара, да, рост валюты с 60 с чем-то до 70 с чем-то, вон там евро уже 75 с чем-то, да, девальвация это тоже обычно, так сказать, повод для инфляции подрасти. Ну, например, как было в 14-м, 15-м, 16-м годах, в 14-м году девальвация довольно сильная, в 15-м, 16-м годах рекордная, там, да, вот до 22-го года инфляция в России была зафиксирована. Поэтому есть риски, что это ударит еще сильнее или ударит как-то по показателям магнита. В частности, вот когда в прошлый раз был всплеск инфляции, 15-й, 16-й год, именно тогда по магниту был такой переломный момент. Если вы посмотрите на график, то увидите, что у магнита когда-то акции торговались не по 3, не по 4, не по 5 тысяч, а когда-то они торговались по 10-12 тысяч. И вот как раз надломило вот эту историю роста по магниту, которая вот здесь была очень-очень крутой, вот там в нулевые годы и в начале десятых, вот надломило ее именно падение доходов населения, им стало труднее развиваться, у них произошло в том числе снижение прибыли, ну, и это просто аукнулось им, да, девальвация в 14-м, 15-м, 16-м, рост инфляции, падение доходов, произошло там тоже 14-15-й год, ну, и аукнулось это в финансовых показателях 16-го, акции упали в 17-м году, да, произошел такой вот обвал. Поэтому не исключено, что есть и такие риски. Кроме того, мы с вами вот здесь строим гипотезы, что магнит может быть вновь начнет платить дивиденды следующим летом, но гарантий у нас нет. Что мы имеем с вами в сухом остатке? Магнит продолжает оцениваться довольно недорого, мы с вами еще вот в прошлом видео оценивали, что, в общем, нормально. Сейчас, тогда магнит оценивался примерно в 10 годовых прибыли, сейчас при капитализации примерно 430 миллиардов рублей, при ЛТМ прибыли 60 с лишним миллиардов рублей, магнит оценивается примерно в 7 годовых прибыли, это недорого, но и недешево, есть там на российском рынке компания, которая дешевле 5 годовых прибыли оценивается. Оценка в 7 годовых прибыли текущая дает пространство для выплаты дивидендов, но вопрос в том, когда эти дивиденды будут. Поэтому получается по итогу, если вы меня спросите, вот что будет с акцией магнита через 1-2 года, вырастут они или упадут? Я бы сказал, что с большой вероятностью акции магнита вырастут, но нет точного горизонта, когда этот рост произойдет. То есть есть долгосрочный прогноз, что у магнита все будет хорошо. Это совокупность аргументов, это и то, что акционер ключевой в магните, это, так сказать, кто нужно, это то, что у магнита есть и новые направления бизнеса, хорошо, так сказать, прут дискаунтеры, прут в гору, это то, что у магнита и без дискаунтеров прибыль, ну, собственно, не падала, а наоборот за второй квартал была рекордной. Ну и то, что дивиденды, они, наверное, рано или поздно вновь начнут платить. Но когда акции магнита подрастут, сказать трудно. Поэтому краткосрочно здесь могут быть абсолютно любые колебания. Сейчас непонятно, высадились ли из этого паровозика все, кто разочаровался отсутствием дивидендов. То есть мы сами видим на дневных свечках, ну, на недельных, на дневных, мы сами видим такой явный локальный нисходящий тренд. Мы сами видим, видимо, тех, кто разочаровался. Где он остановится, трудно сказать. Я бы все-таки, наверное, спрогнозировал, что, ну, ниже 4000 рублей мы, наверное, не должны уйти. То есть я думаю, что где-то здесь 4-4200 это падение остановится. Затем в какой-то момент, вот вопрос в том, что этот момент трудно назвать, да, в какой-то момент, наверное, акции магнита развернутся, вот так вот, скажем, поболтаются, потом развернутся к росту. Я думаю, что акции магнита в следующем году могут вполне стоить и 5000 рублей за акцию, если будут анонсированы дивиденды. У меня на данный момент акции магнита нет. То есть вот я когда их продал еще, там, по-моему, в конце лета, там, по 5 с чем-то тысяч, вот, я с тех пор их не перепокупал, потому что я говорил, что для покупки акций вновь мне нужно, чтобы магнит анонсировал дивиденды. За прошедшие, там, 3-4 месяца этого не было, вот. Но сейчас, учитывая, что не просто дивидендов вновь не было, но и то, что акции магнита упали на 20%, я задумываюсь над покупкой акции магнита, ну, потому что по 4 с чем-то это вот, как мы с вами обсудили, уже довольно недорого, а может быть даже уже дешево. Не исключено, что где-то после этого видео, не знаю, там, может сегодня, может через месяц, может через 3, я акции магнита все-таки вновь включу в портфель с потенциалом роста где-то вот в район 5-5,5 тысяч рублей за бумагу, но горизонт явно не завтра, не послезавтра, не месяц в плане роста надо при покупке акций магнита, если вы решите их покупать, то, конечно, это горизонт полгода-год, то есть явно ожидание дивидендов, которые, если повезет, могут быть в июне, то есть могут быть анонсированы где-то, там, отсечка в июне может быть анонсирована где-то в районе апреля или даже мая. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Желаю вам успешных инвестиций!